Давайте решим логарифмическое неравенство. Перепишем его на чистый лист и начнем думать. Такое неравенство хорошо решать по методу рационализации. А в чем состоит этот метод? Если логарифм b по основанию а меньше или равен единице, то если этот логарифм существует, то есть а и b строго больше нуля и а не равно единице, то выполняется следующее неравенство. а минус один умножить на b минус а меньше или равно нулю. Метод рационализации состоит в том, что вместо первого неравенства мы решаем второе, более простое. Давайте применим этот метод к нашей задаче. Вместо а и b подставим данное выражение и посмотрим, что получится. Получилось вот такое неравенство. Дальше его нужно упростить. И решить по методу интервалов. Давайте сотрем все лишнее, перепишем неравенство повыше и изобразим решение на числовой прямой. Затем освободим место на доске, перепишем исходное уравнение и перепишем решение. Не забываем, что это предварительное решение. У нас имеются ограничения на основание логарифма и на подлогарифмическое выражение. И вот эти ограничения, одно за другим, мы сейчас будем применять, чтобы получить окончательное решение. Во-первых, основание логарифма должно быть строго больше нуля. Изобразим этот факт на числовой прямой. Видим, что х не может принадлежать отрезку от минус одного до нуля. Отразим это ограничение на нашем предварительном решении. Освободим место для дальнейших выкладок. Во-вторых, основание логарифма не может равняться одному. Перенесем единицу в левую часть. Найдем недопустимое значение х. Отметим данный факт на предварительном решении. Эти две точки там уже есть, но они черные. Значит, надо сделать их белыми. Снова освободим место. В-третьих, подлогарифмическое выражение должно быть строго больше нуля. Мы видим, что левая часть представляет собой квадрат разности. Квадрат любого числа или положителен, или равен нулю. Положительный нас устраивает. А нулю данный квадрат равен тогда и только тогда, когда х равен единице. Значит, х должен быть не равен единице. Отметим и этот факт на предварительном решении. Вот теперь все ограничения учтены и решение стало окончательным. Сотрем записи, которые больше не нужны. Перепишем решение поближе к условию и запишем ответ в виде множества. Задача решена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова